Сегодня, 16 июня, исполнилось 56 лет с момента полеты Валентины Терешковой, первой женщины-космонавта, побывавшей в космосе. Дата не круглая, но требующая того, чтобы на ней остановиться, поскольку это и величайшее достижение советской космонавтики, и первая женщина в космосе, за которой последовали многие-многие, и действительно взлет советской науки и техники, достижений социалистического строя. То мужество и героизм, которое в полете проявила Валентина Николаева-Терешкова, Николаева это по мужу, безусловно, был оправдан всей системой воспитания кадров, обучения, подготовки людей в летных школах. Одним из этих людей стала Валентина Николаева-Терешкова. Да, Валентина Владимировна, став героем Советского Союза, став генералом Советской Армии, членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета, председателем Общества культурных связей СССР за границей, получила все сполна. Но, к сожалению, ей не хватило ни совести, ни порядочности, ни чести. В отличие от своих коллег по корпусу космонавтов, уже ныне покойных, Германа Степановича Титова, Валентина Ивановича Севастьян, которые остались советскими патриотами и коммунистами, в отличие от дважды Героя Советского Союза, нынешнего депутата Госдумы от КПРФ Светланы Евгеньевны Савицкой, настоящего советского генерала, настоящего советского патриота, так вот, в отличие от них, от всех, и от Титовой, и от Севастьянова, и от Савицкой, Валентине Владимировне Терешковой не хватило ни чести, ни достоинства, ни ума, ни преданности идеалам социализма. И все это она променяла на вольготную жизнь, на немалое имущество и деньги, став депутатом Государственной Думы от «Единой России». Единоросска Терешкова была среди тех, кто пытался переименовать, вопреки воле жителей на референдуме, город Тутаев, обратно в православное наименование Романов Бориса Глебского. Трижды жители Тутаева выступали против этого на референдумах, это уже сейчас, в 90-е, в 2000-е годы, в 2016 году последний раз. И трижды, это их мнение, единороссы, буржуазная власть пытались проигнорировать. И среди тех, кто наиболее активно требовал переименования Тутаева, была опозорившая высокое звание коммуниста и советского офицера, предавшая коммунистическую партию и советскую воинскую присягу, Валентина Владимировна Терешкова. И об этом тоже надо сказать, вспоминая о ее космическом подвиге. Космический подвиг – это одно, за это мы благодарны и уважаем ее, как летчика-космонавта. Нынешняя ее политическая проституция в рядах «Единой России» – это другая, и за это иного выражения, кроме как слова «позор», мы подобрать не можем. Всего вам доброго.